Привет, вы на канале Дистракт, с вами Дима. По ходу моих забегов в рейды я заметил одну вещь, что все забыли про МП-7. Чаще всего встречаю людей со скарами, с ксюхами, но почему-то не с МП-7. Да, еще в том вайпе я уже снимал проданное оружие, но давайте посмотрим на него в реалиях патча 0.13. Погнали! Проблема в том, что у многих калибров позабирали топовые патроны. И теперь БП-7.62 только крафтить. Нормальные патроны 5.56 купить можно не так уж и много и хватает их буквально на 1-2 рейда. А вот МП-7 в этом плане не ограничивали. На третьем миротворце вы можете купить 190 фмджек, а на третьем механике еще 400 сапсоников. Итого у нас на руках 590 патронов, чего хватит на рейда 3-4, если конечно не умирать. Говоря про характеристики патронов, сапсоник наиболее похож на ПП-5.45. И вы могли бы подумать, что это так себе. Но вспоминая скорострельность МП-7 в 950 выстрелов в минуту против 650 у Ксюхи, конкурентоспособность данной пушки резко возрастает. Но самое крутое, что сапсоники еще плюсом снижают отдачу на минус 22. Сейчас я вам покажу, что это значит. Но перед этим напомню, что есть бусте. С целой горой контента, что прописано в шапке. Там тебе и сборочки оружия, разборы локации, разные таблицы. В любом случае, ознакомительная подписка стоит 10 рублей. А если ищешь тиммейта, заходи в дискорд. Продолжаем. Наиболее эффективное и популярное оружие на 5.45 это сейчас АКСУ. Собрав ее почти в топ, пустим первый спрей. А теперь настало время МП-7 на сапсониках. И вот мы наблюдаем просто удивительную картину. По кучности, МП-7 не сильно отличается от АКСУ. У ПП-шки лишь первый подкид сильнее. Но опять же, учитывая скорострельность, эти первые пули вылетают моментально, и оружие переходит в стабильный режим стрельбы. Думаю, вы уже обратили внимание, что МП-шка у меня более разобрана, нежели собрана. А это уже ее следующий плюс. Вы можете банально купить на барахолке оружие за 50 тысяч, снять целик и идти убивать. В то время как на сборку топового 5.45 у вас уйдет 100 плюс тысяч. В целом, собрать глушенную МП-7 будет стоить столько же. Давайте даже постреляем, чтобы увидеть, какая разница. Только в этот раз я постараюсь скомпенсировать первый подкид. Первая у нас будет стоковая МП-7. А теперь глушеная. Я даже комментировать это не буду, вы сами все видите. Я все говорю про Сапсоники, но почему ни слова про ФМД? Хотя у нее и скорость полета пули лучше, и пробитие чуть выше. Скорость полета пули важна, когда вы стреляете по цели в движении. Чем она лучше, тем меньше упреждения нужно брать. За счет разницы более чем в два раза, ФМД могла бы быть неплохим вариантом к использованию. Но, к сожалению, этот патрон не снижает отдачу. Но, я вам скажу, что если встать в метрах 20 и пустить спрей с Апсоников, а после ФМД, разницы вы не увидите. Но стоит нам отойти подальше и снова пустить спрей с Апсоников, а после ФМД, разница в кучности будет просто очевидной. Так что, хоть упреждения с ФМД брать на расстояние проще, попадать вы будете реже. В итоге, то на то и выходят. А говоря про боевую эффективность, я еще в ходе сравнения МП7 с вереском выяснил, что особой разницы в количестве необходимых попаданий ФМД и Апсоников по сути нет. Так что, если есть возможность, выбирай Апсоники, а если нету, то ФМД тоже в принципе неплохие. Вот так убивает МП7 пятый класс. А теперь о минусах. Очевидно, что МП7 это ПП, и работать на средней дистанции с нее максимально некомфортно. Второй момент это доступность. Вы сможете с ней играть только когда откроете третьего механика. Без него вы не сможете покупать магазины хотя бы на 30 патронов. Ну и те же Апсоники. Подведем итоги. МП7 на фоне всего этого патча кажется самой универсальной. Не в плане боевой эффективности, а скорее соотношение доступности к тому, насколько приятно ей пользоваться. Лимиты патронов большие, цена на оружие низкая, а убивает очень даже быстро. И мне все больше кажется, что это мой любимчик. Ладно, на этом видео заканчивается. Спасибо, что досмотрел до конца. Увидимся в следующий раз. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok